Захар Письменных 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 Но также в микрорайоне Солнечный 13 и 19 февраля полтора раза была превышена концентрация диоксида серы. Диоксид серы это ядовитый газ, который образуется в результате сжигания угольного топлива и природного газа и при металлургическом производстве относится к третьему классу опасности. Но вот казалось бы за такую грязную неделю в надзорные органы поступило очень мало обращений. Так на горячую линию, например, Минприроды обратились всего 23 красноярца, из них 10 это жители советского района. Также я повторю, что номер горячей линии остается прежний, как у Росприроднадзора и Минприроды. Обо всех загрязнениях следует туда сообщать. Ну и хочется отметить, что в сети сейчас активно обсуждается проведение митинга за чистый воздух, хотя пока нету точной даты и не определенного точного места, где он будет проходить. Но вот во все эти разговоры уже идут. Во второй части выпуска с гостем в студии поговорим о том, почему большинство россиян недоедают. Далее у нас в выпуске реклама. Не переключайте канал. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Я напоминаю, что сегодня мы спрашиваем у вас, а вам хватает денег на еду и как вы считаете, вы нормально питаетесь или нет? Давайте к вашим сообщениям. Сперва группа ВКонтакте. Насчет недоедают, не знаю. Вот то, что едят дешевые макароны на постном масле, это да, вроде не голодные, а толку от такой еды нет. 10 тысяч это на одного человека? Ну так, эксперты заявили. Ну тогда мы точно недоедаем. Месяц около 30 тысяч выходит на продукты и бытовую химию. Два взрослых, трое детей. Если вы тратите 10 тысяч в месяц на еду, то вы недоедаете то, что купили и приготовили. Считают, что неправильный подсчет. С каждым днем все на меньшее хватает. Ну а прожиточный минимум, как же недоедаем ровно в половину? У нас на семью от силы 20 месяц уходит, и то вряд ли. Овощи все свои с огорода. Покупаем только хлеб, молоко и мясо в основном. Как недоедаем, что за бред? У нас же зарплата средняя от 45 тысяч в месяц. Как тут недоедать? Я кушаю каждый день в ресторане. Шикуем, иронизируют наши телезрители. Давайте к другим темам. Семена овощных культур в красноярских магазинах признали элитными. В центре стандартизации подвели итоги масштабной проверки пассивного материала. Из 33 закупленных образцов только два признали нежизнеспособными. Что взошло хуже всего и как правильно выбрать пачку с семенами, узнавала Виктория Столярова. Это не холодильник, это красный термостат, который поддерживает. Здесь установлено сейчас на 20 градусов. В этой лаборатории Аграрного университета весь посадочный материал хранился, что называется, в идеальных условиях. Две недели назад семена обработали, поместили в бумажные фильтры и все время выдерживали в специальном устройстве термостате при необходимой температуре. Основным показателем качества семян является схожесть. Из всех 33 закупленных образцов пассивного материала только два оказались нежизнеспособными. Это свекла марки Бордо 237 и горох сорта Вера. Его здесь даже не представили. Процент их всхожести не достиг нормы 70%. Для исследования закупили самые ходовые культуры. Пять образцов томатов, столько же свеклы, моркови и редиса. Два вида петрушки, три салата и гороха. Шесть видов огурцов. Производители разные. Из Красноярска, Москвы и Московской области, Новосибирска и Алтайского края. Отличные результаты показали те культуры, у которых период всхожести самый минимальный. Что касается всхожести, наименее короткий период – это у таких скороспелых культур, как редис и салат. И при этом эти культуры и показали наиболее высокие результаты по всхожести. Хотя при этом разница между образцами по всхожести достигала порядка 10%. Но в целом это не такой высокий процент разницы. И семена эти отнесены к наивысшей категории в соответствии со стандартом. Качество посевного материала проверить в домашних условиях невозможно, говорят эксперты. В прошлом году Красноярский ЦСМ получал массу жалоб от садоводов. При выборе семян специалисты советуют руководствоваться не яркостью упаковки, а хотя бы элементарными условиями хранения. Если у семян очень плотные оболочки, если оболочки содержат эфирные масла в своем составе, то есть мы открываем пачку семян моркови и мы чувствуем аромат, или открываем пачку лука, тоже чувствуем аромат, то есть это эфирные масла. Эфирные масла имеют свойство прогоркать и, соответственно, снижают период хранения этих семян. Это первая масштабная проверка посевного материала в Красноярске. На этом останавливаться не собираются в планах у аграриев совместно со специалистами ЦСМ проверить качество картофеля перед посадкой и, самое главное, принадлежность к тому или иному сорту, чтобы гарантировать садоводам хороший урожай. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК. И мы возвращаемся к теме нашего сегодняшнего обсуждения. Напомню, накануне специалисты заявили, большинство россиян по тем или иным причинам просто не доедают. Кому-то на еду не хватает денег, кто-то просто не знает, что и где купить. И об этой теме поговорим с сегодняшним нашим гостем, депутат Горсовета Константин Сенченко. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Как вы считаете, действительно недоедают и много ли таких людей, по-вашему? Ну, конечно, нет такой ситуации, когда мы голодаем. Все-таки это история о другом. История о том, что мы сегодня получаем мало необходимых, видимо, микроэлементов, ферментов и так далее. Очень много продукции некачественной, очень мало хороших продуктов. Ну да, в частности, про белковую недостаточность писал автор. Как вы считаете, таких людей становится больше, меньше? По моей информации, людей становится больше. Я приведу один только пример. Если мы сегодня возьмем наши школы, посмотрим на школьное питание. Сегодня примерно 40% школьников не ходят в школьные столовые и не питаются. Это большая проблема. Кто-то берет только чай и булочку. У детей элементарно нет денег. У родителей, конечно, они не могут себе позволить сегодня заплатить ребенка за школьное питание. Как вы считаете, с чем это связано в первую очередь? В материале называют две причины. Первая – нехватка денег, о чем мы начали говорить. И вторая – это нехватка нормальных продуктов. Какая, по-вашему, основная или равнозначная? Эти вещи взаимосвязаны. Да, конечно, падение уровня жизни привело к тому, что сегодня на рынке очень мало хороших продуктов питания. Потому что надо понимать, что рядом находится огромный богатый сосед в лице Китая. И очень много продуктов выходит сегодня, даже российских, туда. Даже если мы возьмем наши традиционные сибирские продукты, такие, как, не знаю, кедровые орешки. Когда наступает сезон, китайские товарищи с мешками денег скупают урожай. И потом, проходит буквально 3-4 месяца, мы видим на полках наших магазинов кедровый орех, который стоит 3-4 раза дороже, чем он стоил в сезон. Скупают грибы, скупают ягоды. То есть даже наши элементарные сибирские продукты, благодаря тому, что рядом с нами богатые, сытые сегодня китайцы, они все скупают. Как вы считаете, как можно решить эту проблему? Это повышение уровня жизни или как-то иначе необходимо взаимодействовать с соседями? Это целая комплексная проблема. Конечно, в первую очередь необходимо обеспечить рост экономики, необходимо повышать уровень жизни нашего населения. Во-вторых, все-таки необходимо ослаблять, по крайней мере, в части режим санкций. Необходимо регулировать сегодня ситуацию с вывозом продуктов питания. Потому что, например, если мы возьмем зерно, то очень много фактов, что очень хорошее качество зерно от России уходит, опять же, на зарубежные рынки. И в России остается зерно не очень высокого качества. Там соя вся уходит, по-моему, за границу уже сегодня. Необходимо расширять тепличное хозяйство. Там главная проблема – это цена на электричество. Поэтому пока если мы не сможем понизить цену на электроэнергию, то тепличные хозяйства не смогут полноценно развиваться. Поэтому это много-много-много проблем. Надо брать их и решать. Те вещи, о которых вы говорите, это реально в ближайшее время? Я имею в виду, в ближайшее время как-то изменится ситуация в лучшую сторону или будет становиться только хуже? Ну, смотрите, два года назад, три года назад эти проблемы были уже видны и очевидны. И тогда уже было понятно, что этим необходимо заниматься. К сожалению, два года прошло. Да, мы видим какой-то рост производства в агросекторе. Но глобального прорыва мы не увидели. Поэтому то, что делать нужно, всем понятно очевидно. Но почему-то мы сегодня этого не делаем. Но не делают, потому что не хотят или не могут? Ну, не дают по тем или иным причинам. Я думаю, и то, и другое. И не хотят, и не могут, и не имеют. Плюс все-таки очень многие сегодня политики, чиновники зарабатывают сегодня на агробизнесе, в том числе на выдаче лицензий. Есть же такое понятие как лицензирование. Да, лицензирование вывоза зерна, лицензирование вывоза даже кедрового ореха. Это вид деятельности лицензированный. И очень многие люди, как бы, садятся на эти финансовые потоки, им очень это нравится. Понятно. Спасибо большое. Напомню, что в гостях был депутат городского совета Константин Сенченко. Говорили о том, что большинство россиян, большинство жителей нашей страны, не доедают по тем или иным причинам. Далее у нас реклама. Не переключайте канал. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Я напоминаю, что сегодня мы спрашиваем у вас, а вам хватает денег на еду и как вы считаете, нормально ли вы питаетесь? Напомню, эксперты заявили, что если вы тратите меньше 10 тысяч рублей в месяц на еду, значит, вы не доедаете. Давайте к вашим сообщениям. Вот СМС-сообщение пришло. Как можно доедать, если все вокруг химия, нет ничего натурального? А теперь еще несколько сообщений из группы ВКонтакте. Прочитаем. Сейчас одну секундочку откроется. Когда зарплата будет 50 тысяч рублей, все остальное тоже подвинется. И будем платить больше. Все равно на еду не хватит. Тут вот спор возник, сколько необходимо зарабатывать, чтобы хватило на еду. Еще несколько сообщений. А вот в СССР продукты питания были качественными. Денег на продукты первой необходимости хватало, а капитализм – это неправильно. Если бы стабильные зарплаты были не менее 50 тысяч рублей, то все бы доедали и за капитальный ремонт платили. А то ведь только у чиновников на словах, что живет народ в шоколаде, зарплаты бешеные. Нужно утихомирить пыл граждан, придумывать каких-нибудь еще поборов, например, за воздух. Качества жизни нет, конечно, полезных продуктов нет, даже если деньги на них присутствуют. Об этом, кстати, говорил автор материала в том числе. Все напичкано химикатами на каждом этапе производства, либо выращивания. Добавим экологию, выделим радиацию. Итого, мужчины живут совсем немного, еще несколько сообщений. Люди просто пишут, что им не хватает на еду у каждого своя еда. Непонятное сообщение, но давайте к другим темам. И у нас сейчас проект Натальи Кетчиной. Знаменитые заключенные. В Красноярском крае отбывало срок, либо останавливалось по этапу много известных людей. Это декабристы, репрессированные ученые, деятели искусства. Смотрим. Это как раз гордость, наверное, нашего музея, потому что это вот как раз кандалы, которые найдены были в нашем учреждении. То есть разбирали пол, были найдены кандалы. То есть можете представить, в таких вот кандалах шли на ногах и руках. В уникальном, в своем роде, самом большом в стране музее нашего Гувсина, тюремный замок максимально воссоздала атмосфера заточений во времена царские, потом более современные прошлого века. Примерно в таких условиях провел некоторое время здесь писатель Владимир Короленко. В 1981 году по дороге в Ссылке, сосланный за революционную деятельность в Якутск. Из архивных данных нам было известно, что Короленко, когда поселяли в камеру, как бы, да, из записи его, можно сказать, да, было известно, что палач в тюремном замке был повешен. Палач был известен своей жестокостью, и смотритель Островский особенно дорожил им. Арестантам одной камеры удалось подобрать ключи и ночью открыть камеры свою и секретную. Они задушили палача и устроили подобие повешения. Самосуд заключенных был вполне объясним, ведь из их рядов палачей выбирал начальник лагеря на конкурсной основе. Палач не убивал, но он пытал и бил, да так, что лопалась кожа. Впрочем, инструментов для изысканных пыток было множество дыба. На ней можно было лежать только прикованными рогатка на шею, которой человек мог находиться только в положении сидя, а также карцер со смирительной рубахой. Рубаху мог одевать только специально обученный сотрудник. То есть у Рамочки можете увидеть тоже правило специальное, как одевается. Связывали руки-ноги. От трех до пяти суток находился в карцере арестант. А еще крохотные камеры, в которых умудрялись поместить от пяти до десяти человек. Все прелести местного быта испытали на себе писатели Александр Радищев и Николай Чернышевский, которые прошли по этапу, дважды по дороге останавливаясь в Красноярске. У нас еще в музее есть советский период. То есть как отбывали наказание в советском периоде. В советские времена условия содержания заключенных были, конечно, получше, чем в царской России, но, мягко выражаясь, далеко не курорт. Так называемые политические обвинения коснулись многих писателей. За стенках красноярских тюрем побывали, в частности, автор, наследник из Калькутты Роберт Штильмар, автор Гариков Игорь Губерман. Ну а пострадавшему времена НКВД имя легионы. У нас отбывали срок и дети писателей. Сын Анны Ахматовой Николая Гумилева, известный ученый Лев Гумилев. И дочь Марины Цветаевой Сергея Эфрона, Ариадна Эфрон. У нее произошла страшная трагедия. Ее вызывали на конвертные допросы. Когда несколько дней не давали спать. Следователи сменялись. А она... А ей спать не давали. И вот человек во время этих конвертных допросов теряет разум даже. Мне вот это... Я удивилась, когда узнала, что Аля охлеветала не только себя, но и отца. Впоследствии Лев Николаевич Гумилев и Ариадна Сергеевна Эфрон, как и миллионы других безвинно пострадавших, были реабилитированы. Искореженные судьбы. Но им все же повезло. Реабилитированы были хоть непосмертно. Каждый из нас думал о мифическом возвращении в некое мифическое домой. Но домой вернулись лишь немногие. К самим же себе никто. Наталья Кечина, Владимир Антонов. Новости ТВК. Это были ночные новости ТВК. Спасибо, что эти полчаса провели вместе с нами. Всего доброго и удачи.